С чем Лукашенко едет к Путину? Поговорить ни о чем? Статья на Рыгнуме за 6 февраля 2020 года. Александр Халдей. Новость, о назначенной на 7 февраля встрече президента России Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, опять появилась внезапно и мгновенно вышла на первые полосы всех СМИ. После серии скандальных заявлений и недружественных действий, и имея за спиной якобы поддержку от величайшей империи в мире, как называет нынешний белорусский лидер США, Лукашенко вновь едет в Сочи, чтобы убедить Путина сохранить льготные условия поставок в Белоруссии нефтегаза, если и не на прежних условиях, то хотя бы на близких к прежним. Однако информационный фонд предстоящих переговоров, если не безнадежно испорчен, то крайне осложнен. С чем же белорусский президент на этот раз приедет в Сочи? Экспертное сообщество полно прогнозов, так или иначе сводящихся к тому, что очередная встреча закончится для Лукашенко так же, как и все предыдущие ничем. Шантажировать Путина проснувшимся интересам США Лукашенко не сможет. Путин отдает себе отчет в том, что Лукашенко понимает сближение США как полет к солнцу. Чем ближе, тем горячее, пока не сгоришь полностью. США не дадут Лукашенко того, чего он ищет в этом мире – сохранение власти в Беларуси и гарантии безопасности для семьи. После того, как Лукашенко станет отработанным материалом, совершив первые требуемые для США шаги, он будет отстранен от власти и, скорее всего, отправлен первым самолетом в Гаагу. Однако и Лукашенко отдает себе отчет в том, что отступать Путин не станет, потому что ситуация в мире перешла в новое качество, и теперь выживут те государства, которые сумеют сформировать вокруг себя и отстоять от конкурентов свой пояс влияния. Это можно называть агломерациями, кластерами, можно переделом рынков и границ, можно назвать переформатированием системы союзов, но суть от этого не меняется. Пока было можно, Лукашенко кормили и ничего не требовали взамен, кроме дежурной риторики о дружбе. Сейчас эти времена кончились, в мире бушует кризис и выживут те, кто отстоит свой ареал обитания. Для крупных мирохозяйственных систем, к коим относится и Россия, ареалы обитания выходят далеко за пределы своих границ и включают в себя территории, обеспечивающие стратегические позиции в диалоге с другими такими системами. Все бывшие республики СССР, кроме России, лимитрофы, они испытывают повышенное давление на предмет включения их в состав тех или иных ареалов, которые создают сверхдержавы. Для Белоруссии нахождение в одном ареале с Россией является совершенно естественной позицией, а вот для белорусского политического класса эта истина далеко не очевидна. Лукашенко и его окружение стараются выжить, именно избегая присоединения к той или другой мирохозяйственной системе. Но правда заключается в том, что это невозможно в принципе. Брестская крепость возможна только в условиях подвоза боеприпасов с большой земли, в противном случае она погибает. Поляризация сил идет объективно, то есть независимо от воли участников. И она подошла к такой стадии, когда желания сторон уже не спрашивают. Белоруссия будет включена или в систему России, или в систему США, Польши. В России она будет жить на правах брата, в США – о военно-пленного. И даже если ему будут давать дорогой коньяк и клубнику со сливками, то конвой от дверей все равно не уберут. И когда будет нужно, позовут в зал и потребуют подписать акт о капитуляции. После чего трибунал победителя определит судьбу подписавшего. Лукашенко никак не готов признать свершившиеся в мире реалии. И потому тешит себя иллюзиями о возможности остановить ушедшее время и продлить наслаждение властью. Но время жестоко и неумолимо. Оно не считается с нежеланием людей расставаться с ним. Как бы Лукашенко не требовал от России и США приоритета своих личных интересов, они не будут учтены. Просто потому, что лидеры сверхдержав руководствуются национальными интересами своих государств. А в эти их интересы на нынешнем этапе никак не входит удовлетворение личных желаний Александра Лукашенко и его правящего класса. И если их личные интересы противоречат национальным интересам сверхдержав, положение Лукашенко с его свитой безнадежно. Они становятся переходными. Их удовлетворят только в случае некоторого и временного совпадения интересов. Но вышло так, что ни с США, ни с России у Лукашенко такого совпадения нет. Он, как Паниковский, хочет и дальше жить за счет общества. Будь оно американским или российским. А это общество не хочет, чтобы он жил за его счет. Вот и вся простая суть, грубая и неизящная. Но кто может требовать от глобальной политики мягкости и изящества? Каддафи? Хусейн? Пока сложно сказать, будет подписан контракт на год или снова на месяц или два. Эти козыри российская сторона будет держать в тайне и применит в зависимости от хода переговоров. Лукашенко, несомненно, станет говорить, что у него нет другого выхода, как пустить США в Белоруссию. Путин, несомненно, скажет ему, что он суверенный правитель и волен поступать, как вздумается. Правда, газ по цене Смоленской области и нефть на 83% от мировой цены в таком случае ему тоже придется брать в США. После чего Лукашенко повторит, что мы гнили в одних окопах и типа строили наше союзное государство не для того, чтобы его ломать. И, поняв, что выбрал максимум возможного, уедет. Ничего нового встреча 7 февраля принести не может. Россия долго сохраняла осторожность перед каждым новым визитом Лукашенко. Он понимал это как проявление российской слабости. И потому накануне каждой встречи делал акценты на резкие скандальные высказывания. Сейчас у России нет смысла придерживаться прежней информационной тактики. Сейчас, наоборот, лучше заранее сказать, что мы не ждем от визита Лукашенко никаких прорывов, ибо он к ним не готов. В таком случае непонятно, с чем же едет на этот раз Лукашенко в Москву. А в очередной раз повторять прежний сценарий нет смысла. Россия заняла свою переговорную позицию и менять ее без серьезных оснований не станет. И теперь уже инициативу должен проявить Лукашенко, чтобы убедить Москву пойти навстречу. Нет уверенности в том, что Лукашенко всерьез готов к этому. Однако, если на этот раз он ничего не добьется, в следующем подобном визите уже не будет вовсе никакой необходимости. Во всяком случае, убедить Путина еще раз поговорить ни о чем будет невероятно сложно. Александр Халдей С чем Лукашенко едет к Путину? Поговорить ни о чем?